В каждой стране есть такие действия, за которые иностранцам могут грозить не только мелкие неприятности с местными жителями или справ, но и аннулирование ВНЖ с последующей депортацией и даже уголовной ответственностью. И стоит также учесть, что можно взять с собой на памяти страны, где вы провели незабываемые дни отдыха. А что лучше не брать, чтобы эта частица памяти о стране вдруг неожиданно для вас не оказалась запрещенной к вывозу? Мы с Вовой всегда перед поездкой в незнакомую длинную страну первым делом мониторим, что запрещено или даже нежелательно делать, что нельзя вывозить, чтобы не огрысти проблем на свою голову. Вот сегодня расскажем, чего не следует делать в Турции, чтобы не подвергать себя опасности и не оказаться в поездейском участке. Или чего еще хуже. Вы на канале Дуки Спейс. Я Олеся. Я Владимир. Погнали. Посмотрите, делимся. И первым пунктом у нас пытаться вывести из страны реликвии. Турецкая республика – это старейшее государство, хранящее следы древних цивилизаций. И поэтому земля богата на древности, которые в буквальном смысле могут валяться под ногами. И это не шутки. Реликвией может считаться какой-нибудь, по вашему мнению, нелепый предмет, которому всего-то навсего 50 лет. Например, кусок камня со старого здания в каком-нибудь, например, Мординии. Или красивый камешек, найденный на побережье условно Сиде. И такие находки могут неожиданно для вас оказаться исторической ценностью, проливающей свет на жизнь прошлых цивилизаций. А еще не спешите покупать, милые на ваш взгляд, старые предметы быта у торговцев на улице. Так называемый антиквариат. Так как такие предметы могут оказаться реликвией. А могут просто оказаться дешевой подделкой. Что в этом случае даже и хорошо для вас. Ракушки, морские камни с побережья также запрещены к вывозу из страны. Только если вы их купили в сувенирном магазине и у вас есть чек. Тогда можно. Любые старинные монеты. Вне зависимости от металла и срока их датировки. Так что нумизматам лучше не мечтать пополнить свою коллекцию какой-нибудь старой турецкой монеткой. Вот, например, у меня брат занимается анализматикой. И мама, приезжая в Турцию, хотела купить монетку. Даже поинтересовавшись, можно ли это вообще сделать. То есть, если бы у вас не было, она обязательно это бы сделала и обрела бы какие-нибудь проблемы с этим. Да, еще ковры, которые произведены более века назад. Так как они перечислены к антиквариату. Современные ковры, которые продаются в обычных магазинах, они разрешены к провозу. Если покупаете ковер вручной работы, то берите у торговца чек и сертификат с датой производства изделия, чтобы у прогораничников не возникало лишних вопросов. Тем, кто нарушит этот закон, может грозить до 12 лет тюрьмы. Ограниченный на вывоз. Лекарство. Лекарство не должно содержать в составе наркотических компонентов. Например, тадеин в таблетках от кашля или воксбаливающих. Так же бывают в составе кодеин. Экзотические животные и растения. Для них необходимо предоставить специальное разрешение. Драгоценности. Драгоценностями считаются ювелирные изделия на сумму, превышающую 15 тысяч долларов. Для этого необходимо предоставить чеки. Так же ограничен к вывозу кальянный табак. Разрешено вывозить до 2 килограмм или 3 коробок. И местный алкоголь. Разрешено до 5 литров. Еда. Вес продуктов питания, дозволенный к вывозу за пределы Турции, составляет не более 5 килограмм. А стоимость не более чем 100 лир. 100 лир. Так что сохраняйте чеки. Кофе, чай, запакованные турецкие сладости едой не считаются. И сейчас многие такие, фу, вздохнули. Если нарушить эти ограничения, то угрозит штраф и конфискация товара. Следующий пункт, что нельзя делать в Турции и за что можно получить наказание, так это оскорблять национальные святыни. Турки очень любят свой флаг, которому вешана вся Турция и большинство домов, и даже квартиры личных автомобилей. Оскорбительно относиться к флагу и герву недопустимо. Мять, топтать, срывать, плевать, ругать. И если даже делать это все на видео для соцсетей, строжающе запрещено. За такие действия предусмотрено уголовное наказание от 6 месяцев до 3 лет. А также национальной святыней считаются все предметы с изображениями мустоты Кемаля Татюрка, отца турецкого народа. Его изображение, кстати, имеется и на купюрах, турецких лирах. Так вот, если оскорбительно относиться к предметам, где изображен Ататюрк, то также грозит уголовная ответственность. Иностранцев обычно за такие деяния сильно штрафуют и депортируют из страны с последующим запретом на въезд в Курцию. Так что деньги мять, рвать, смывать монетаз запрещено. А то был тут такой вот случай, когда девушка выложила в сеть видео, где смывала купюру монетаз. К чему? Даже если бы это бывает не турецкая купюра. К чему? Ну, она подумала, это прикольно. Ну, она получила наказание. Кстати, гимн Турции также относится к той же категории. То есть передразнивать слова гимна считается неуважением. Еще нельзя вести споры на религиозные и политические темы и ругать и оскорблять Ататюрка. Это может вам выйти боком. Как минимум, получите предупреждение о страже порядка. И от того человека, с кем спорите, поможете за Ататюрку. Что еще нельзя делать в Турции, так это оскорблять людей. В Турции такой менталитет, что люди легкостью обращаются в полицию, если считают, что кто-то нарушил закон и задел его честь и достоинство. Поэтому, если вы решили вдруг поругаться и поскандалить с местными, то, ради бога, не переходите на личности. Не нужно оскорблять человека, ругать его религию, делать какие-то замечания по поводу его внешности. Не угрожайте ему. За такие действия предусмотрено наказание от трех месяцев до двух лет, либо аннулирование ВНЖ и депортация с запретом на въезд. Вот недавно был случай в Стамбуле, когда гражданин Марокко в магазине алкогольной продукции начал скандалить с продавцом женщиной, пытаясь пристыдить ее. Что, мол, она работает в алкогольном магазине и не носит паранжу. Приводя пример свою сестру, которая ведет благочестивый образ жизни, по его мнению. Вел он себя агрессивно. За продавца вступилась покупательница, которая пыталась ему объяснить, что в Турции нет шариата, и это светское государство, где каждый волен выглядеть так, как считают правильным, независимо от национальности и религии. Но вот этот вот мужчина марокканский, он все не успокаивался, и в итоге была вызвана полиция, которая задержала скандалиста, и его ВНЖ было аннулировано, и он был депортирован из страны. Вот так вот. Ему еще повезло, что его не осудили, а просто выдворили из страны. И, кстати, опять же, в алкогольном магазине был случай, когда мужчина зашел, так же, я не помню, из какой он был страны, но он тоже с ВНЖ, и начал продавцу доказывать, что он на самом деле не мусульманин, раз он торгует алкоголем. Но там полицию не стали вызывать, просто там человек шесть работников этого магазина, гнали его несколько квартал. Также здесь караются законом домогательства к женщине, в том числе и в переписке. От домогательства здесь может быть расценена безобидная улыбка незнакомки или даже комплимент, а особенно по отношению к покрытой женщине. Так что Турция не самое лучшее место для мимолетных знакомств с женщинами. Еще один строгий запрет – это нельзя рвать редкие цветы. Горные пионы и тюльпаны маницы считаются в Турции редкими и ценными цветами. Срывать их, чтобы продолжить любование дома, запрещено. Трамп здесь составляет 60 тысяч лир. Ну, если, в принципе, вы готовы расстаться с такой суммой, то можете удивить свою даму сердца. Также запрещено фотографировать без разрешения большинство государственных зданий и военных объектов, а также сотрудников полиции и жандармирии BX без их спрос. Ну, если спросить, можно наделать кучу прикольных фоток. Ну и на всякий случай, в Турции категорически запрещены употребление и распространение наркотиков. Что за это будет? Ну, пожалуй, это понятно всем. Ну и вот, пожалуй, все правила, которые достаточно соблюдать, чтобы ваше пребывание в Турции было безопасным и комфортным. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и не забудьте про колокольчик. Обратная связь в комментариях и на почте под видео. Кому нужна помощь с поиском квартиры в аренду, под видео есть наш сайт. Овнили, подняли и немножечко грустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok